Саша сидит, ухмыляется в душе, думает, вот я его сгибал-то. Друзья, всем привет! С вами Гоша Грипс и вы смотрите проект Первая варка пивоварной Биарбрю. Сегодня Саша мне на слепой обзор привез какие-то, несколько сортов пива. Сказал, что скорее всего я их не пробовал и просил просто рассказать о том, что я чувствую, не зная ни о том, что это за пивоварня или пивоварня. Так что попробуем, для меня это будет открытие. И вот он уже несет первый пока, очень красивый. Не знаю, видно это или нет, ты будешь говорить. Пена желтого цвета, о чем нам это можно сказать. Да черт кто знает, о чем это можно сказать. Желтая пена и все. Свет янтарно-красный. Янтарно-красный цвет. Мне кажется, запах сдержанно хмелевой. По крайней мере, пена так пахнет. Наверное, чтобы понять, что это такое, давайте попробуем. Он немножко суховат на вкус. Напиток номер один, как по мне. Алкоголь не ощущается. Я бы сказал, что его крепость не более 5,5 градусов. Может быть, ошибаюсь, но вот по ощущениям. Это American PLL или India PLL. Больше я об этом напитке сказать чего-либо не могу. Возможно, какой-нибудь сильно хмеленный Райдель. Ну, а так что, понравилось, нет? Он вкусный, но как бы бывало и лучше. По мне суховат. Вкусненько. Но не прям, не бешеный восторг. Я вот так определю. Вот так. Это пиво чуть потемнее, более красное, рубиновое. Пена плотная. Запах. Запах похож на предыдущих, кстати, чем-то. Ну, отдаленно. Да? Мне кажется, один тоже хмель использовался. Визуально оно поплотнее. Может быть, градусов побольше будет. Не знаю. Алпенка тоже такая желтоватая чуть-чуть. И, ну, скорее всего, из-за того, что довольно-таки темные напитки. То есть, и пена, не белоснежная. Может быть, еще это связано как-то с сухим охмелением. Потому что обращал внимание, что некоторые сорта, как после сухого охмеления, вдруг имеют вот такой вот желтоватый налет. Возможно, это фрагменты какие-то. Ну, ладно, давайте перейдем к дегустации. Есть еле-еле уловимый запах. Но это, может быть, я фантазирую. Как будто бы есть запах чуть-чуть копоти в этом пиве. Мне так кажется. Но... Прям очень удаленно. Такой пра-пра-пра-нук-кожедуба. Реально, как будто копченая чуть-чуть. Может, я уцепился за эту мысль и сейчас не хочу ее отпускать. Может быть, это вообще не имеет никакого отношения к делу. Я мимо кассы... У него сильный горечь в послевкусии. Мне, по крайней мере, ощущается. У этого пива в послевкусии горечь не сильно ушла. И практически там не было. А здесь она прям есть. Есть такое ощущение, что чем дольше я не буду пить это пиво, тем она будет сильнее и сильнее нарастать. И прям хочется ее запить следующим глотком, чтобы сбить. Давайте так и сделаем. Очень отдаленно. Вот сейчас я вообще Труэль мне напомнила копченое пиво. Реально. Но там копченых было больше. И охмеление. Труэль так не охмеляет точно. Я точно не пил эти пивасы? Они мне все что-то напоминают. Совершенно разные. Вот я им одинаково бы долбал. В этом мне пиво нравится своя фишка. В этом своя. Из какой-то десятки, если исходить, я бы им по 7,5 каждому подал. Вот по моим предпочтениям. Пошла жара. Вот тебе и третий. Третий. Хороший карбонизация сильная. Там снизу так, ну как ни в первом, ни во втором. У них уже закончилась карбонизация. В этот напиток. В этом, ну может быть, потому что только что налили. Пена такая же, смотри. С одной идет. Да, пена желтая такая же. Я, кстати, пока Саша проходил за третьим напитком, еще раз попробовал вот этот. И как у него красивый солод раскрылся. Сейчас чуть-чуть постоят. Немножко вот уже ленфир, видимо, хмелевые. Прям очень красивый букет субордовый. А в этом пиве ничего не чувствую. Запаха никакого. Придется пену слизывать. А это, друзья мои, это что-то. Вот, судя по пене, это очень алкогольное пиво. Потому что здесь чуть ли не единственное, которым пьет, ну, чувствуется алкоголь. Прям в пене. Может быть, сейчас давайте это поспешный вывод, искоропалительный. Чуть-чуть разберемся в нем. Давайте посмотрим цвет. Цвет такой же. Ну, в общем, та же краснота. Ну, их общий, в общем, у них цвет. Они поэтому классифицируют. Все Redeli, типа. Ну, они, да, они все Redeli. А, вот так вот. Видите, как мы угадали. Саша не выдержал, он все-таки сдал чуть-чуть. Нет, ну, тут уже понятно. Ну, Redeli, да. Что-то посветлее, потемнее. Одинарный, двойной и тройной. Вот так вот, возможно. Потому что здесь вот чуть-чуть в пене, по крайней мере. И я очень неудачно с пеной поступил, потому что я ее выпил, а она снова образовалась. Придется вот так вот пеной хлебать. Вот это очень сладкий. Очень сладкий напиток. Не сухой, как... Вот в последнее время я именно к такому тяготею почему-то. Мне сластинка в пиве очень нравится. Может быть, я и погорячился, действительно. Нет, спирт в нем. В нем, вот в этом напитке спирт ощущается ярче, чем в предыдущем. А что касается охмеления, его, мне кажется, чуть меньше. И я бы, может быть, даже сказал, что это какая-то бельгийская тема. Может быть, квадрюбли, например. Но... Но мы договорились, что это все родили. Ну, уже, да, договорились, поэтому ты не дал мне облажаться. Ой, прям обжигает, вот реально обжигает пищевод. Может, я не прав, вот когда Саша принесет бутылки, посмотрим. Вот это самый слабый по алкоголю, это второй, вот это третий. Не знаю, сколько здесь. Или, может быть, вот это за счет охмеления алкоголь не так сильно чувствуется. Или по алкоголю вот так вот это примерно распределяется. То есть слабый, посильнее, самый сильный. Возможно, не уверен. Но, если даже это вот так, то алкашка в нем опирает сильнее. Но это минус. А с другой стороны, то, что здесь остаточная вот эта вот сладость... Как правильно это было? Называется? Избраживаемая сахара. Избраживаемая сахара, да, остаточная вот. Очень неплохо. И это плюс. В нем запах... Мне кажется, ему надо постоять какое-то время. Наверное, раскроется запах. Но даже вот в глотке этот аромат чуть-чуть вот как-то идет. Чувствуется, что приятный. Хмель очень хороший какой-то. Я не знаю, что за... Мне кажется, вот здесь вот был какой-то один от общих хмель в двух напитках. Вот в этом, этого хмеля, который объединяет эти напитки, нет. Здесь он другой. У меня нет как-то слов. Но вот это пиво мне нравится. Мне кажется, оно... Овердорогое почему-то, мне кажется. Вот хочешь по цене? А не по цене, кстати. Давай так. Имеет смысл вообще о цене говорить? Или я не примерно... Нет, мне можно говорить о цене. Предполагай, все, что угодно. Вот ровно как они стоят, мне кажется, вот так они и стоят. То есть я не знаю, какие объемы. Но если брать за пол-литра, вот прямо вот... Вот это подешевле, подороже, вот это самое дорогое. С другой стороны, вот это плотное. Скорее всего, вот в это пиво заложен больше ценник. То есть я опять всех путаю. Гоша как бы и туда, и сюда, и ваше... Вы уже помните, о чем я говорил, да? А ты, Саша, помнишь, какой ты вынес первым? Она в бокалах разная, я же понял. Ах ты хитрее. Мне не удалось это запутать. Нет, нет, нет. Вот. А сейчас вот я его пью, и мне реально спирт, потому что настолько сильно как-то дает, что... Еще, мне кажется, здесь какой-то, может быть, добавлен фрукт каким-то образом. Не знаю, может, сок какой-то или еще что-то. Мне даже клубника здесь отдает. Ну, может быть, за счет хмелей. Вот как это вот прямо какая-то такая есть клубничная тема, реально. Я сейчас только понял, что вот... Причем даже не чисто клубника, а варенье клубничное, вот, если на... Даже не клубничной земли, ничего. Ну, а что же красное? Дело не в том, что... Не портит картины. А теперь я вот вспоминаю, что были пивасы с таким же... Клубничным фоном. Паш, кстати, у стамбира что-то такое было. Что-то было такое у стамбира. И вот во вкусе прям... Так это я опять накидываю просто на вентилятор, пускай летит. Мы потом вентилятор почистим. Все, решаю... Давай, все, давай. Вердикт. Завершая эту дегустацию, из трех напитков мне больше всего понравился все-таки последний. Но я бы ему, если бы так не пер спирт, если бы он был спрятан так же, как вот в этом напитке, я ему поставил бы, наверное, 9,5 баллов, против 7, по-моему, да, я вот этих поставил. Вот, 9,5 баллов, а так я ставлю ему 8 баллов, потому что это очень дает негативный эффект. Если бы спирт спрятали, было бы просто шикарно. И опять же, это мои личные предпочтения. Кто из них мохнат и шевелили? Ну что, я не буду выключать пока, так на одном листом сейчас принесу все. Сейчас тогда один момент. Поржем. Вот сейчас самое, знаете, пастырное начисляется. Все пошло. Вы не представляете, насколько стрёмно вот этот момент, когда сейчас принесут бутылки, и ты тут что-то рассказывал, это вообще не в тему, то есть не в кассу. Ну, блин. Я не хочу этого видеть. Ставь, и я потом сразу ужаснусь. Все? Все. Ты лицом ко мне или к нему? Нет, к зрителям, что пускай смотрят. Так, дай я пока. О, а можно? Можно я на ощупь спирал? Хорош. О, так, это... Так, так, это Варшава. Бутылка не оригинальная. Давай, открывай глаза, мы вас спустал. Стоять! Этикетка, контр-этикетка. Так, так, следующий, следующий пошел. Ох, ты шершавенькая. Ммм, какая интересная этикетка. Так, я сейчас все тут разолю керам. Ладно, открываю, не буду выделываться. Так, я прям на тени смотрю. Что у нас здесь? Папам! Как интересно, да? Как Гоша не угадал свое пиво. Я не угадал свое пиво, ну, и черт бы с ним. Но оно мне больше всех понравилось. Это приятный момент. Давайте о нем потом отдельно поговорим. Вентер и Па. Это кто у нас? Ну, там, я не знаю, где-то я на Варшаве контр-этикетку увидел. Да, да, да. Где-то я, видимо, вот так вот щупал. Это тут шовчик и здесь. Да, щупал. Ладно, что ж. Ну, поставь ее обратно, блядься. Да. Так, это что у нас такое? Ред и Па. Алкоголь 6,3. Вот видите, как я промазал с алкоголем. Спиртяжка здесь прет. Ну, видимо, да. Видимо, теперь прет. До этого не пьет. Ну, как бы, слепой обзор, что? Ничего не скажешь. Да. Крепенько. Не спрятали ребят. Ребят, что ж вы не спрятали-то алкоголь? Вы вообще офигели. Ну, мне как пивовару, конечно, это очень полезная информация. Я, прежде всего, с этой точки зрения хотел, чтобы ты попробовал. А это у нас такой брюдок. 5AM. 5 утра. Да. Сэнт святой? Ну, да. Я не знаю, я вижу, что это. Ну, в общем, это какой-то. А, ну, типа апохмелятор называется. Ну, они... Чтобы в 5 утра быть святым, нужно похмелиться. Ну, они все родели. Ну, вот такой вот момент. А вот это что за пивоварная, Саша? А, это английская пивоварная. Английская пивоварная, да. Оно больше по классике. Нет, оно тоже графто. Крафто-крафто. Не буду брать свои слова ни по одному пиву. Вот все ровно, что сказал, слова назад не буду брать. Ровно все, что сказал, все так, наверное, и есть. Спиртяжка. А оправдываться вообще не буду. Что сварил, то и вытел, тот что. Что-то сам виноват. Ну, да. Тяготею к сладкому. Тяготею. Остаточная сахара. Остаточная сахара, вот как есть, как мне нравится. Мы поэтому, ну, таким вот пиво это делали. Я это люблю. И вот оно, они есть. Здесь суховатые истории все. По ароматике. Ну, а давайте, кстати, сейчас попробуем. Ну, это уже немножко нечестно. Ну, попробуй, чувашки. Вот сейчас спирт прет пипец. Вот запахи. Давай, шучу, ребята. Нет. На самом деле, вот солод раскрылся красиво сейчас вот в этом вот и... И цвет бомбический. А что за стиль? Американ Родель, да. Может, говоришь, это все Родели. Ну, это все Родели. У них просто разные подстили. Ну, что ж, я в одном только моменте рад, что, как бы, я сильно не засрал наш пивас. Да, и даже его вывел на первое место. Господа пивовары из пивоварни Биарбрю, если вы, ну, как-то там видите наш обзор, смотрите, такой вам совет, как-то прячьте спирт. У вас это неплохо получалось раньше. Ну, как-то неплохо получалось. До этого мы такое не варили. Это же там же плотность начальная. Мне совершенно вас не жаль, не хочется вас оправдывать, как-то вот, вот, почувствовал, то почувствовал. Единственный момент, что, может быть, вы никогда до этого, конечно, не делали 9-ти градусную пивасу, поэтому, да. И вот хочется заметить, что я промазал алкоголем, да, потому что вот здесь я чуть ли не 9-ку заявил на в этом пиве. Оно действительно по ощущению вот такое, да, я предположил, что оно может быть спрятано, но... И вот копоть это, вот где прочитает, Саша? Ну, в тапке прочитает, что там. Там по-английски все написано, но мы что-нибудь разберемся. Пиво светлое, нефильтрованное. Ну, светлое, конечно. Светленное, нефильтрованное. Да все, что-то. И такая матовая, прямо вот, например, распечатали как-нибудь. Не-не, красивая, уж хорошая. Нет, она на ощупь совершенно не такая, как вот. Вот это самое прикольное. Погладил себя на бутылке, это бесценно просто, Гоша. Почему тебя сказал, что это какой-то человек? Это не человек, это не человек, это Гоша. В общем, все, я правильно сказал. И от своих слов я не отказываюсь. Так что с вами был Гоша Грипс, проект Первая Варка, пиварный Биарблю. Вы смотрели слепой обзор. Если хотите увидеть какие-то другие форматы интересные, пишите нам в комментарии. Мы что-нибудь придумаем. Пейте вкусную меру, подписывайтесь на канал наш, ставьте лайки. Не, дизлайки не ставьте, пожалуйста. Ну ладно, заканчиваю. У нас, может кто не знает, у нас есть группа ВКонтакте, если там есть, можете взять, нажать, подписаться. Фейсбук, инстаграм, ребят, в инстаграме, там вообще хорошо все. Рецепт напишем. Да. Нет, только нашим подписчикам в инстаграме будем сливать рецепты любого пива. Так что, пейте вкусную меру. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok